Здравствуйте! Вы на канале Нормальная Медицина. С вами доктор Сергей Русанов. Сегодня поговорим немножко о диабете второго типа. В норме инсулин помогает глюкозе пройти внутрь клетки, и уже сама клетка решает, нужна ей глюкоза или нет. В уменьшении количества глюкозы в клетке, рецептор активируется, немножко высовываясь наружу. В таком состоянии к нему присоединяется инсулин, плавающий в крови. Инсулин, в свою очередь, создает туннель для прохождения глюкозы. По этому туннелю глюкоза начнет поступать внутрь клетки, и если бы инсулина не было, клетка осталась бы голодная, даже при наличии глюкозы в крови. Такая ситуация возникает при диабете первого типа. После насыщения клетки, рецептор начинает опускаться и теряет связь с инсулином. Пока рецептор опущен, глюкоза в клетку не проникает. После приема пищи, количество глюкозы в крови резко увеличивается. Постепенно уровень глюкозы становится меньше, пока не возвращается к пределу физиологической нормы. При диабете второго типа после еды уровень глюкозы повышается, но не может вернуться до исходных цифр. Обычно для больного диабетом второго типа основным симптомом является повышение уровня глюкозы в крови, жажда и полиурея, частое хождение в туалет с большим количеством мочи. В отличие от диабета первого типа, клетки организма не испытывают голода, и прием инсулина является не жизненно важной необходимостью, а средством уменьшения количества принимаемых таблеток и упрощения жизни пациента и врача. В официальной версии есть около 11 теорий возникновения диабета второго типа. Два из них это нарушение секреции инсулина и сниженная чувствительность тканей к действию инсулина, инсулинорезистентность. Есть еще два комплекта причин, среди которых гиперпродукция глюкогона, активация липолиза, патологическое изменение микрофлоры кишечника, системное воспаление и т.д. Врачами названы факторы, влияющие на возникновение диабета. Возраст, вес и образ жизни, национальная принадлежность, генетика и семейный анамнез, медицинский анамнез. Все эти причины, по моему мнению, ничего не значат, так как есть много людей с такими же факторами, у которых диабета нет. А первые две теории вообще не могут быть по определению при диабете второго типа, так как резистентность к инсулину и отсутствие инсулина вызывают голод клеток и могут быть только при диабете первого типа. Современное лечение заключается в насильственном снижении уровня глюкозы в крови при помощи таблеток и применении дополнительного инсулина. Это в медицине называется симптоматическая терапия, т.е. снижение уровня сахара в крови. Почему я говорю дополнительного инсулина? Потому что своего инсулина для питания клеток вполне хватает. Человек движется, значит клетки сыты и все механизмы поглощения глюкозы клетки работают нормально. Иначе это был бы диабет первого типа, о котором я рассказывал в предыдущем выпуске. Какие именно процессы проходят при диабете второго типа, можно найти самому, если разобраться, что именно регулирует уровень глюкозы в крови, и это не инсулин. К этой теме я когда-нибудь вернусь, но не сейчас, на это есть определенные причины. Если хотите узнать, как все происходит, найдите в учебнике биохимии, кто именно регулирует уровень глюкозы в крови, и вы сами найдете причину диабета второго типа. Реальное лечение, по моему опыту, заключается в применении лекарственных растений, которые восстанавливают работу клеток органа, которые регулируют уровень глюкозы в крови. С вами был доктор Сергей Русанов. Желаю вам здоровья и благополучия.